Символические ворота города Преобразятся Информационную стелу на Страмиловском шоссе Почистят, покрасят, а затем подсветят Облагородят и территорию вокруг Обустроят газоны Сделают однотипные дорожные ограждения Фасады ближайших домов засияют новыми красками Провести реставрацию стелы Расположенных на въездах в Самару Поручил глава городской администрации Олег Фурсов Чемпионат мира 2018 года Изменятся вообще въездные группы в город У нас стелы очень хорошие Но и много лет они проржавели И обершали, и ординатом поблекли у нас А это наша гордость, это символ Это, собственно говоря, лицо города Человек на въезде на границу города Должен понимать, куда он въезжает Ремонт предстоит четырем стелам У поселков строй Керамика и Царевщина Торгового центра Мега И на Страмиловском шоссе Причем благоустройство будет комплексным Помимо ремонта самих конструкций И озеленения прилегающей территории Запланированы демонтаж рекламных щитов И торговых объектов Ремонт фасадов зданий Укрепят основание стел У поселка строй Керамика А рядом со стелой появятся и объемные буквы А рядом с Мегой буквы будут еще и светоотражающие Это комплексный процесс Который включает и вертикальную планировку И ремонт ограждений Мероприятия также должны быть проведены По освещению и декоративному стел Комплексную окраску зданий Которые формируют въезд Объемно-пространственные решения Появятся на границе города и три дополнительных стелы Их установят в поселке Прибрежный на Южном шоссе и перед Кировским мостом Марина Кравцова, Артем Слайманов, События 81-я Самарская школа должна открыть свои двери уже 1 сентября Ускорить работы позволит дополнительное финансирование из областного бюджета Изначально школу планировали сдать только к концу года Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов проверил, как идет капитальный ремонт здания Возвращение в родные пенаты дожидаются 800 учеников этой школы Пока они вынуждены получать образование в других учебных заведениях За годы восстановления старинной самарской школы на капитальный ремонт здания Было направлено больше 120 миллионов рублей из городского и областного бюджетов Совсем скоро в здании снова зазвучат детские голоса на объекте Завершены важнейшие работы Укрепили фундамент несущей конструкции Заменили деревянные перекрытия Перекрытия из деревянных заменены на монолитные железобетоны На сегодняшний момент все работы, связанные с конструктивными изменениями на объекте завершены Мы планомерно и уверенно вошли в стадию отделочных работ Когда школу признали аварийной и закрыли, экспертиза здания показала Реконструировать его нельзя, нужно сносить и строить заново Но в этом случае по требованиям санитарного законодательства пришлось бы сократить число учеников Пойти на такое городские власти не могли Нашли выход Капитальный ремонт этого здания позволит сохранить учебные места и соблюсти требования 81-я школа, это школа с давними традициями Одна из самых старых школ города И, конечно, люди хотят как можно быстрее вернуться в родные стены Не случайно именно по этому объекту Это единственный объект, по которому у нас создан общественный совет Который инициировал родители Который тоже очень внимательно смотрит за сроками завершения работы Глава администрации Самары Олег Фурсов обратился к губернатору с просьбой о дополнительной субсидии Которая позволит сократить сроки работ Деньги были направлены и теперь ремонт идет с опережением графика Чтобы ребята пошли учиться в родные стены уже 1 сентября А пока выпускники этого года сдают первый обязательный экзамен на ЕГЭ по русскому языку В Самарской области написали более 14 тысяч человек Условия контроля снова ужесточили Школьники обязаны сдать вещи в комнату хранения, предъявить паспорт и пройти через металлоискатель За порядком в аудиториях пристально следят видеокамеры, которые транслируют экзамен онлайн Казнить нельзя помиловать. На едином государственном экзамене важную роль играет каждая запятая Диепричастные обороты и сложные суффиксы на 3,5 часа поглотили внимание самарских школьников Дарья Анисина в своих силах уверена, но по тонкому льду русского языка говорит, нужно ходить осторожно Трудности подстерегают на каждом шагу Большинство моих одноклассников очень волнуется, но я как-то поспокойнее Может потому что знаю, что готова, не знаю Ну да, конечно, первый экзамен, волнуемся Сложности, я думаю, будут в цей части с аргументами И скорее всего все-таки какие-нибудь паронимы, что-нибудь вроде этого Организаторы говорят, экзамен в первую очередь испытание психологическое Детей необходимо подготовить к тому, что они несут полную ответственность за свои знания И за то, как смогут их применить Чтобы климат на экзамене был теплым и солнечным, ребят стараются окружить заботой и участием Отношения очень добрые, внимательные, заботливые Потому что дети пришли в другую школу и, естественно, волнение уже есть И когда они встречают внимательных и заботливых учителей и присутствующих То, естественно, и спокойствие придет и к детям В Самарской области за партой сели свыше 14 тысяч школьников В регионе открыто более сотни пунктов сдачи ЕГЭ Которые расположены не только в школах, но и в больницах, на дому и при исправительных колониях Более того, все условия созданы для ребят с ограниченными возможностями здоровья Сегодня у нас пишут ребята, используя азбуку Брайля Сегодня у нас есть выпускники, которые слабовидящие И они работают с увеличенным контрольно-измерительным материалом Это делается специально У нас есть отдельная аудитория для ребят, плохо слышащих И с ними работают сурдопереводчики То есть все условия для всех, кого было нужно что-то особое, мы действительно создали По русскому языку минимальный балл для получения аттестата 24 А чтобы подать документы в ВУЗ, необходимо набрать не менее 36 баллов Свои результаты школьники узнают 8 июня Следующий экзамен по математике ждет ребят 1 июня Алина Чемерес, Дмитрий Мишканцов, События За их широкими спинами вся страна Самарские пограничники отмечают профессиональный праздник В этом году 97-я годовщина создания погранслужбы Еще в 2018 году Совет народных комиссаров учредил пограничную охрану страны Кроме России, 28 мая день погранвойск отмечают в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане От тех, кто охранял бесконечные границы Советского Союза Павел Баймаков Площадь славы в надежных руках Эти люди в зеленых беретах и фуражках привыкли смотреть в оба Сотни действующих пограничников и офицеров запаса собрались вместе Многие с ностальгией вспоминают срочную службу Служить в погранвойсках мечтают многие призывники, но новобранцев уже не берут С 2005 года пограничная служба в полном составе переведена на контрактную основу Теперь пограничником может стать только хорошо подготовленный и дисциплинированный офицер Служба в армии давала хорошую, мужественную подготовку, физическую подготовку Ну и каждый пограничник был горд, охраняя самую большую страну в мире В память погибших товарищей пограничники почтили минутой молчания Дальше возложение цветов к мемориалу воинской славы В честь 97-й годовщины погранвойск несколько человек получили награды Пока бойцы на посту, страна может спать спокойно даже в день пограничника Павел Баймаков, Константин Головин, События Инспекторы ДПС, кинологи, сотрудники отдела вневедомственной охраны, активисты добровольных народных дружин Порядка 100 человек приняли участие в общегородском смотре и разводе нарядов полиции Который прошел на площади Куйбышева Впервые в этом году его провел начальник областного главка Сергей Сладовников Личный состав построен, форма как с иголочки Это первое, на что при проведении подобных мероприятий теперь обращают внимание По словам начальника областного главка, порядок при работе полицейских должен быть во всем Я думаю, что эти разводы показывают стабильность, показывают нашего сотрудника органов внутренних дел Он был опрятным, подтянутым, подготовленным к несению службы и обеспечению безопасности нашего гражданина Показательное выступление элиты правоохранительных органов, бойцов отряда специального назначения доказывает личный состав в хорошей форме Кроме штатных сотрудников за порядком на улицах, теперь следят и общественники, среди которых активисты ночного патруля, народного контроля и добровольных народных дружин В их состав входят более тысячи человек по всей Самарской области Отличившихся во время охраны общественного порядка поощрили благодарственными письмами В результате принятого руководства ГУВД мерам, связанным с патрулированием, привлечением нашего городского сообщества к охране общественного порядка Результаты очень видны, многие лихие головы, да, это реально сегодня сдерживает от каких-то поступков В ходе общегородского смотра без поощрений не остались и сами стражи порядка В несколько отделов неведомственной охраны области поступят 30 новеньких патрульных автомобилей Также в ближайшее время на вооружение полка ДПС придут 10 мотоциклов БМВ, на которых инспекторы будут патрулировать улицы Павел Баймаков, Константин Головин, События Порядка 11 тысяч самарцев приняли участие в выборе памятника женщине Он появится в областной столице уже в этом году На суд горожан было представлено 4 работы Теперь после общественного голосования определить лучший монумент предстоит оргкомитету культурной Самары Титаны самарской скульптурной мысли взялись за создание памятника женщине Четыре эскиза от скульпторов Николая Куклева, Степана Корсляна, Ивана Мельникова и Андрея Александрова Стали ответом на предложение городской думы поучаствовать в архитектурном конкурсе Выбрать скульптуру, которая будет красоваться в одном из парков Самары, смог любой желающий Для этого нужно было прийти в детскую картинную галерею и проголосовать Было очень много народу в день, когда мы проводили ночь в музее У нас было около тысячи человек за несколько часов Когда мы просили, допустим, вы встаньте туда, где вы считаете, что вот эта вот скульптура вам нравится больше всего Но больше всего было у двух Значит, вот у Николая Куклева и вторая вот у Корсляна Предложение вызвало множество отзывов в интернете Своё мнение о том, какая именно скульптура лучше всего отражает идею И является собирательным образом всех самарских представительниц прекрасного пола Высказали более 11 тысяч человек Теперь слово за участниками оргкомитета «Культурная Самара» По словам организаторов, победит тот образ, который соединит в себе бесконечную нежность И невероятную стойкость русской женщины Должна быть увековечена женщина, женщина-мать, которая провожала на фронт сыновей, мужа Которая трудилась здесь в тылу, которая потом восстанавливала нашу страну И вот я уже говорил о том, что это должен быть такой памятник нашей поколенческой благодарности Памятники скульптурной композиции, они ставятся не только и не столько для того, чтобы украшать город Но еще и для того, чтобы вызвать у людей какие-то эмоции, чувства Заставить стать на секунду лучше, чище Вспомнить о корнях, об истоках Если хотя бы каждый десятый, который будет проходить мимо этой скульптурной композиции Хотя бы на секунду об этом задумывается Я буду считать, что мы свою работу выполнили с Павлом Представители Оргкомитета «Культурная Самара» определятся с выбором на следующей неделе путем закрытого голосования Скорее всего, новая скульптура украсит парк «Родина» в промышленном районе города Также в Самаре вскоре появятся памятники учителю, дяде Степе из произведения Сергея Михалкова И композиция «Клен» в честь 35-летия исполнения песни ансамблем «Синяя птица» Алина Чемерез, Алексей Золотенков, События Самарцы завоевали золотые медали на третьем национальном чемпионате профмастерства по стандартам WorldSkills Russia На соревнованиях регион представляли победителя полуфинала чемпионатов в Приволжском федеральном округе Тогда Самарская область завоевала шесть золотых наград Победители всероссийского этапа получили памятные дипломы и премии губернатора Самарской области Золото и серебро у студентки Самарского техникума легкой промышленности сразу две награды Мелюзия Зайдулина стала лучшей в компетенции дизайн-костюма на чемпионате России И второй на чемпионате WorldSkills среди стран СНГ Девушка признается, соперники были сильные Она старалась удивить жюри оригинальностью Я использовала как можно больше материалов, старалась, работала с формой, работала с цветом В основном у других конкурсантов этого не было На чемпионате России Татьяна Сергеевичева завоевала бронзовую медаль в компетенции «Кондитерское дело» Соревновались три дня, участники заготавливали полуфабрикаты, делали пирожные и торты Девушка считает, бронза на всероссийском уровне отличный результат Развитие уже и творчества идет, и профессионализма И на работу легче устроиться, уже предлагают работу, уже хорошо Медаль за совершенство в компетенции «Поварское дело» получил студент Самарского техникума кулинарного искусства Алексей Афанасьев Войти в тройку лидеров ему помешали несколько ошибок, сказалось волнение Но теперь есть большой стимул совершенствоваться в работе Все-таки хочется вернуться туда и взять как-то матч Иваш и выиграть все-таки В финал конкурса профессии вышли более 500 участников из большинства субъектов страны Соревновались знания высокой кухни и моды в искусстве укладки плитки и строительстве срубов А также в высокотехнологичных профессиях, таких как робототехника и печать на 3D-принтере Команда Самарской области состояла из 11 участников В итоге три золотых медали и восьмое место среди регионов России Мы должны показать нашим ребятам, нашим педагогам и нашим руководителям Что есть определенная планка, есть горизонт, к которому нужно стремиться Нужно его достигать Весь мир живет по этим стандартам И если мы эти стандарты не достигнем, не обеспечим, это значит мы будем отставать Теперь перед самарцами стоят более амбициозные задачи взять высшие награды мирового уровня Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События Фотографии на грани живописи представили в Самарской галерее Виктория Здесь открылась выставка Сергея Сапошникова, молодого российского фотографа Как надувные матрасы, картонные коробки и граффити могут превратиться в художественное произведение, расскажет Марина Кравцова Люди, вещи, предметы и цвет, смешение жанров и видов искусства Будто нарисованные фотографии Выставка без названия в галерее Виктория Десятки работ, максимально открытых для интерпретации зрителя Работы Сергея Сапошникова отличаются особой живописностью Документальность фотографий уходит на второй план И главным становится эмоциональное восприятие Возможность взглянуть на обыденные вещи через призму ярких красок и художественных образов Сергей Сапошников – молодой фотограф из Ростова-на-Дону Творчество которого рады видеть в галереях Венеции, Берлина, Мадрида и Нью-Йорка Композиции его работ – это сложные конструкции Идеи в которых зашифрованы переплетением мотивов и предметов Создает именно впечатление, создает среду, атмосферу, дымку Отсылку к мировой культуре, к мировой эстетике В том числе классической живописи И не только импрессионистической и так далее Здесь очень много культурных кодов связано Сергей раньше занимался граффити, когда, ну, очень давно И здесь, в этой работе он делает, фотографирует свое старое граффити Граффити смешано с предметной средой, деревья, какие-то вещи, предметы И получается такая абстрактная живопись При печати фотографий автор использует особую технологию Которая вносит коррективы в цветовую палитру Отчего границы между естественной палитрой света и тени стираются В фотографии обретают новое колористическое звучание Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События 30 и 31 мая на стадионе «Локомотив» Самарские школьники и их родители смогут отпраздновать успешное окончание учебного года Приняв участие в акции детского досуга и семейного отдыха «Спортленд» Она пройдет при поддержке администрации Самары Каждый ребенок сможет найти занятия по вкусу Интеллектуальные и развивающие игры, головоломки, конкурсы, викторины, игры, спортивные соревнования С детьми будут работать студенты-волонтеры, а также лучшие педагоги и тренеры У гостей будет возможность записаться в детские внешкольные центры, клубы, секции Всего доброго и до встречи Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС Суд едва ли не впервые в истории встал на сторону клиента в споре с банком Клиентке ВТБ-24 удалось добиться снижения ежемесячных платежей по валютной ипотеке Судья обязала банк пересчитать сумму платежа по курсу на момент заключения договора 24 рубля за доллар Заемщица неоднократно обращалась в ВТБ-24 с просьбами о реструктуризации кредита Но устраивавшего ее варианта банк не предложил В результате образовалась просроченная задолженность по кредиту В решении суда отмечается, что если бы банк и заемщик могли предвидеть серьезные изменения курса доллара То договор вообще не был бы ими заключен Также судья посчитала, что банк нарушил требования законодательства Не указав при выдаче валютного кредита сумму долга в рублях Эх, вот в таких случаях и жалеешь, что у нас непрецедентная система правосудия Жилищно-коммунальные тарифы для населения в 2016 году будут проиндексированы Тарифы на теплоэнергию в следующем году вырастут на 7,5% На воду с июля следующего года на 8,7% Отмечается, что для промпотребителей правительство установило вилки индексации по газу, сетям и железнодорожным перевозкам Окончательное решение по тарифам будет приниматься в августе-сентябре Количество туристов из России в Египте в 2014 году составило 3 миллиона 100 тысяч человек Что на 700 тысяч больше, чем в 2013 году Доход Египта от российских туристов составил 2,5 миллиарда долларов Причем всего в минувшем году туристическая отрасль принесла в казну страны 7,3 миллиарда долларов Несмотря на ослабление рубля, в последние месяцы 2014 года поток туристов из России в Египет не только не сократился, но и значительно увеличился Ну а что, Египет наш! Российский фондовый рынок открыл торги четверга снижением Индекс ММВБ в первые минуты торгов снизился и достиг отметки 1656 пунктов Среди лидеров снижения ТГК-1, ВТБ, Акрон, Башнефть, НЛ Россия, ТМК и обычные акции Сбербанка В лидерах роста МРСК-центра, Солерс, Аптеки 36.6, Алроса, НЛМК и МТС Российский рынок открылся снижением на фоне падения нефтяных котировок Ушедших в минус на опасениях увеличения запасов сырья на мировых рынках вследствие отказа ОПЕК От снижения квот добычи и от увеличения добычи сырья Ираком Торги в США завершились в зеленой зоне В Азии разнонаправленная динамика Курс доллара на 28 мая 51 рубль 1 копейка Курс евро 55 рублей 67 копеек Золото стоит 1948 рублей за грамм Серебро стоит 27 рублей 33 копейки за грамм Цена нефтемарки Brent 62 доллара 34 цента за баррель На сегодня это все. Удачи в делах! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта Крылья Советов расстаются с одним из самых ценных своих футболистов В Самаре по традиции пройдет этап чемпионата страны по пляжному футболу Самарцы выиграли Кубок России по кикбоксингу Сильнейшие спортсмены страны третий год подряд приезжали в Самару разыграть Кубок России по кикбоксингу в разделе поинтфантинг Более 400 бойцов, 5 возрастных категорий, 22 региона от Крыма до Сибири 84 комплекта наград Впервые прошло командное первенство Первое место у сборной Самарской области Свой вклад в победу внесли чемпион Европы Рафаэль Айсов А также чемпион мира Европы Никита Лапшин Кубок России выиграл в абсолютной категории Никита Чернов В Санкт-Петербурге финишировал первый этап чемпионата России по пляжному футболу Самарские крылья советов заняли четвертое место По словам президента клуба Евгения Храмова, результатом первой части чемпионата страны он доволен Команда не просто выжила максимум, но еще и перевыполнила план Целью были 6 очков, а взяли 9 Чтобы определить чемпиона потребуются еще два турнира Июльский в Москве, Самарский в августе Полузащитник крыльев советов Денис Ткачук по окончании сезона покидает Самару По словам заместителя генерального директора клуба Зораба Циклаури Контракт футболиста истекает в июне, после чего он перейдет в другую команду Зимой Ткачук ездил на просмотр в Питерский Зенит Денис вышел в стартовом составе в двух контрольных матчах и забил два гола Игрок Самарских крыльев уже подписал предварительный контракт с Зенитом В первенстве футбольной национальной лиги за советы Денис Ткачук сыграл 29 матчей и забил 11 мячей Это второй показатель результативности в команде в этом сезоне Это были новости спорта от Сергея Кизоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин